МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости, которые приближают выходные. Доброе утро! И сразу же хорошая новость. Дизель-шоу расширяет свои границы. Запись новой летней программы впервые пройдёт на берегу Чёрного моря в столице юмора и борьбы с коррупцией Одессы. 24 августа. День независимости Украины празднуем в большой кампании в самом весёлом городе. Присоединяйтесь. На этой неделе президенты Украины, России, Франции, а также канцлер Германии провели ночные переговоры по телефону в нормандском формате. В общем, всё как в знаменитой игре. Город засыпает, просыпается мафия. Но несмотря на то, что уже всем давно понятно, кто мафия, игра не заканчивается. Мафию называют плохими словами, вводят против неё санкции, но продолжают почему-то играть. Генпрокурор Украины Юрий Луценко побывал в Лукьяновском СИЗО Киева. Бывший политзаключённый посетил камеру, в которой ему довелось провести два с половиной года. Как заявил Юрий Витальевич, за время его отсутствия в камере ничего не изменилось. Всё та же койка, всё та же надпись. Здесь был Юя. Во время визита генеральный прокурор заметил, что руководство СИЗО успело повесить его портрет на доску почёта. С надписью «Лучший выпускник 2013». Визит получился настолько трогательным, что Юрий Витальевич хочет сделать это некой традицией прокуратуры. И теперь каждый следующий генеральный прокурор первым делом должен будет посещать камеру, где он сидел. Оксана Белозир, которая заняла в Раде место ушедшего на должность генпрокурора Юрия Луценко, пришла на заседание с сумочкой за 3000 долларов. Как заявила сама народная избранница, она долго подбирала сумку, которая бы идеально подходила под полученное место Верховной Раде. В Украине планируют декоммунизировать более 130 газет и журналов. Мужская половина населения Украины поддержала эту идею, ведь наконец-то в журнале «Плейбой» уберут эти коммунистические звёзды, прикрывающие обнажённые места девушек. В Киеве презентовали первое в мире издание «Кабзаря» Тараса Григорьевича Шевченко на китайском языке. Знаменитый шевченковский заповид вместился в четыре иероглифа. Российский премьер Дмитрий Медведев посетил полуостров Крым, где встретился с пенсионерами. Старики пожаловались, что на их нынешнюю пенсию невозможно прожить. На что получили ответ. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. После встречи с пенсионерами Медведев отправился на строительство Керченского моста, где произнёс... Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Остаётся отметить, что теперь начинается всероссийский тур премьер-министра по городам России под названием «Денег нет, но вы держитесь». На этой же неделе вечно спящий Путина имитатор Медведев назвал выборы в США шоу, в котором принимает участие ряженый. Интересно, откуда ему знать, если в России выборы уже не проводились 20 лет? На этой неделе в России уничтожили 12 тонн украинской клубники. Если для взрослых жителей России это уже стало привычным, то дети отреагировали, не скрывая эмоций. А некоторые дети открыто выразили свое недовольство властям. Больше веселых фоток в нашей постоянной рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Доброе утро! В Киеве прошел международный фестиваль татуировки. В рамках фестиваля были представлены работы не только на человеческом теле. Что будут делать люди с тату, которые они набивали еще до закона о декоммунизации, пока не ясно. В Украине началась подготовка к Евровидению 2017 среди животных. Также в Украине на этих выходных пройдут школьные выпускные. Этот день многие сравнивают с днем ВДВ. Правда, в отличие от ВДВшных тельняшек, выпускники готовят в этот день особенный наряд. Но и тут кризис наложил свой отпечаток. Подробнее о выпускных и экзаменах в нашей рубрике «Очевидец». В эти выходные в школах прозвучат последние звонки и пройдут выпускные. А многим старшеклассникам еще предстоит пройти ВНО в НО-2016. Подробнее об этом расскажет человек из Министерства образования Евгений Внович. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Итак, внешне независимое оценивание. Для начала напомните нашим зрителям, что это такое. Извините, я вас немного поправлю. Государственное, образовательное, внешне независимое оценивание. Да, и вот это ГОВНО дети сдают с мая по июнь месяц. Извините. Итак, чем это новое ГОВНО отличается от прошлогоднего? Извините. В принципе, ничем. В принципе, я так понимаю, оно такое же, да? В принципе, да. Но с учетом прошлогоднего опыта мы немного облегчились. Облегчились? О, Господи. Извините, пожалуйста. В смысле, задания стали легче. Ах, да. Да, оно стало проходить легче. Я так понимаю, выходить тоже стало легче. Извините, извините. Итак, чем это ГОВНО отличается от обычных экзаменов? ГОВНО качественно отличается от экзамена. Это абсолютно разные вещи. Это же дураку понятно. Да. Простите, простите, тысячу извинений. Вы сами когда-то сдавали ГОВНО? В школе как-то не приходилось, вы знаете. Ну, видно. Ладно, давайте отойдем от этой темы. Итак, какие предметы сдают школьники? На выбор абитуриента. В этом году 12 предметов, из которых можно сдать тесты по 4. Берем, при этом, два предмета необязательные. На выбор математика или история Украины. И украинский язык. А если родители сдали на ремонт класса, то можно один обязательный предмет? Государственное, образовательное, внешне независимое оценивание – это хорошее антикоррупционное изобретение. Да вы что? Действительно? Я вам скажу более. Если у школьника найдут шпаргалку или даже бумажку, считайте, что ГОВНО… ГОВНО. ГОВНО, спасибо. Он не сдал. И могут даже не выдать диплом. А без диплома, как известно, ни в институт, ни на работу. ГОВНО, Судя по последним событиям в нашей стране, для хорошей должности диплом иметь совершенно необязательно. Окей. Скажите, а как сами школьники реагируют на… Давайте называть это тестирование. Да? Хорошо. Как школьники реагируют на тестирование? По-разному. Кто-то сильно нервничает. Кто-то спокойно реагирует. Некоторые пишут какие-то аббревиатуры. Да, вот у меня тут есть для примера. Вот, пожалуйста. Простите, а вы как расшифровали это? Ну как же. Внешнее независимое оценивание, передовое ноу-хау. Пожалуйста. Да, действительно, передовое ноу-хау. А правда, что результаты тестов проверяет компьютер, и богатые родители никак не могут повлиять на результат? Конечно. И, то есть, вообще никак нельзя повлиять на результат тестов? Конечно, нет. Они же вносятся в компьютер задолго до самого тестирования. Ну что ж, спасибо большое за информацию. Желаем всем выпускникам сдать на 200 баллов. Не всем. Напоминаю, данные уже в компьютере. Вот список, кому вы можете это пожелать. Вот так? Ну что ж, Евгений Внович. ПНХ отсюда. Вместе со своим ВНО-ГВНО. Вам бы стоило сдать ВНО в свое время. Вы бы общались с понятным языком. До свидания. Иди отсюда. ГО-ВНО такое. Продолжим. Внимание любителям селфи. Известная международная платежная система вводит новую функцию идентификации клиентов при совершении платежей или покупок. Вот пин-кода заменит популярное во всем мире селфи. О, так это ж прикольно. Только нужно придумать, какое выражение лица для этого селфи сделать. Да что там думать? Просто возьми, улыбнись как-нибудь, да и все. Да, просто улыбнись. А вдруг я захочу купить минеральные водички 1 января? Как мне с таким лицом узнать? Тут надо какой-то... Сейчас. О. Вроде ничего. Точно, ты знаешь? А мне надо будет вот такое, наверное, вот сделать лицо. А что такое? Ну, потому что я все время с карточки только жене вещи покупаю. А там такие цены, что вот такое лицо сразу становится вот такое. Саша, вот эти вот туфли стоят 3 700. Пик. Да, вот эта вот сумочка 2 900. Пик. Вот с таким вот лицом можно всю субботу и воскресенье проходить. Саша, на выходные уезжай на дачу. Как делают герои нашей видеорубрики. Смотрим. Лето вступило в свои права. И многие перебрались на дачу, где каждый развлекается как может. Кто-то делает ребенку качелей. Причем качелей с полосой препятствий. Некоторым по душе развлечения на воде. Но помните, если горка детская, не стоит на нее залезать взрослым. Решили выпить на даче пивка? Спрячьтесь от жены. Всем хорошего отдыха. До встречи через неделю. Так, все, давай заканчивать. Мне надо поесть. А что случилось? Когда ты начал питаться по часам? С понедельника. Между прочим, это лучшая диета для подготовки тела к лету. Ничего, что лето уже через 5 дней, Санек. Что, думаешь, не успею? Нет, ну успеть, конечно, можно. Но есть более эффективные способы сжигания калорий. Например, смех. Ну или, на крайний случай, секс. Не, ну в моем случае это только смех. Почему? А как же секс? У меня тоже смехом заканчивается. Ну тогда информация, Саша, для тебя и для всех, кто хочет успеть привести свое тело в порядок к лету. Сегодня включаем канал ICTV в 21.25, смотрим дизель-шоу и прокачиваем мышцы пресса. А тем, кто хочет сжигать калории целыми днями, подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке, где вы сможете найти свежие шутки, всю информацию о съемках новых концертов и многое-многое другое. До встречи через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok